Здравствуйте! Это программа «Наше время» и я, Маруся Загорская. Но сегодня мы будем выяснять, нужно ли жителям Алтайского края быть быстрее, выше и сильнее. На мои вопросы сегодня будет отвечать Владимир Сурков. Он является директором Центра сдачи норм ГТО в городе Барнауле. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Очень с удивлением узнала, что есть такой центр. Вообще, как давно вы появились? Наш центр организовался в январе этого года, и мы сразу же приступили к работе. То есть вы совсем еще такая молодая организация, но, наверное, все хотят узнать, главное, вот те нормы ГТО, о которых мы сейчас говорим, это те самые советские нормы ГТО, которые должен был сдать каждый школьник, студент и вообще гражданин? Или это какие-то уже совсем другие нормативы? Конечно же, это новые требования к физической подготовке граждан Российской Федерации, поэтому требования мягче, скажем так, чем были у нас в советское время. Ну, вы сами как считаете, зачем нужно сдавать нормы ГТО? Ну, вообще система сдачи норм ГТО была придумана и воплощена для того, чтобы привлечь как можно больше народу для занятий физической культурой и спортом. Это ведь очень интересно, это своего рода стимул. А что я могу, на какой значок я готов и могу сдать? Если что-то меня не устроило, конечно же, я иду в фитнес-центр, я иду в спортзал и начинаю готовиться для того, чтобы пересдать и повысить свой результат. Ну вот расскажите, какие вообще есть там уровни, какие ступени, на какие, скажем так, медали-значки можно претендовать? Ну, всего 11 возрастных ступеней, начиная с 6 лет. И в каждой ступени есть свои нормативы. Но самое главное, что тестируется в нормах ГТО, это 4 качества. Это сила, скорость, гибкость и выносливость. Там есть разные тесты, но есть тесты обязательные и есть тесты по выбору для того, чтобы сдать на более высокий результат серебряный либо золотой значок. Можете сейчас назвать какие-то, может быть, нормативы, чтобы было понятно, ну вот насколько реально обычному человеку, который может быть там 2 раза в неделю нехотя делает зарядку, сдать его? Ну, основные качества на силу это подтягивания для мальчиков, для мужчин это жим гири, для девочек это отжимания. На гибкость для всех одно и то же упражнение, это наклон вперед с прямыми ногами, касаясь пальцами рук, носочков ног. На скорость это у нас 100 метровка, нужно пробежать. И на выносливость это у нас кросс, 3 километра либо 2 километра. 3 километра вообще за какое время нужно пробежать? Ну, это для каждой возрастной группы есть свои нормативы, поэтому трудно сейчас сказать. Для меня, извините, для меня это без учета времени. То есть главное сам, главное, молодец. Главное, да, главное пробежал. Сами-то уже успели проверить себя? Да, я один из первых зарегистрировался на сайте ГТО, сам подал заявление в свою же организацию, принес все необходимые документы и сейчас потихоньку сдаю нормативы ГТО. Ну, вообще любой человек может прийти и сдать или есть какие-то ограничения по здоровью? Конечно, прежде чем прийти в центр, человек должен пройти медицинское обследование. И когда уже врач подтверждает, что человек здоров и может выполнить нормативы, то есть преодолевая нагрузку физическую, только после этого мы его регистрируем и назначаем время, когда будем сдавать те или иные тесты. Ну вот мы сейчас разговариваем о нормах ГТО как о каком-то таком приключении, когда человек занимается спортом, сам себя проверяет. Такая вот модная история про самую мотивацию. А есть люди, которые вот обязаны, хотят они или не хотят, но они должны сдать эти нормы? Ну, вообще, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это абсолютно добровольно. Здесь нет никакого принуждения. То есть если человек захотел, он пошел и сдал. Если человек не хочет идти сдавать, он не обязан идти сдавать нормы ГТО. А что касается школьников и студентов, которые вот в этом году, скажем так, в режиме пилотном будут, на них будут тестировать вообще всю эту историю, они тоже могут выбрать, хотят они или нет? Или все-таки они должны? Да, но здесь идет еще другая мотивация. Для школьников, которые получат в этом году значки ГТО, для них будет преференция при поступлении в те или иные высшие учебные заведения. Но преференцию устанавливает сам институт. Где-то это будет 10 баллов, а где-то это будет 5 баллов. Но это устанавливает уже сам институт, то есть высшее учебное заведение. А для студентов это, конечно же, будет повышенная стипендия. А, то есть все-таки это хоть и не принудительно, но есть такие некоторые мотивационные вещи, да? Есть этот момент, да. На самом деле, как вы считаете, насколько вся эта система сейчас все-таки связана с оздоровлением нации? Потому что все знают, что физкультура для здоровья полезна. А вот большой спорт серьезный все-таки не всегда лучшим образом сказывается на здоровье. Вот ГТО это все-таки ближе к физкультуре? Или это такой серьезный спорт, когда человек должен себя преодолевать и, возможно, не самым лучшим образом влиять на собственное здоровье? Ну вот, март месяц у нас очень прошел напряженно, так как мы принимали нормативы у старшеклассников для того, чтобы как раз помочь им получить значок. И я посмотрел общую подготовленность учащихся. Спортсмены, то есть те ребята, которые занимаются спортом, они с легкостью преодолевают все ступени. Они даже с запасом идут. Поэтому все нормативы, которые у нас предусмотрены в ФСК ГТО, это ближе к физкультуре, ближе к здоровью, нежели к каким-то рекордам. А вы вот если уже работали со школьниками, со студентами, можете оценить, вот физкультуры, да, обычных уроков их хватает для всех? Или все-таки видно, что кто-то эти уроки прогуливает? Ну, если честно сказать, то из всей массы учащихся, которые в марте у нас сейчас прошли тестирование, порядка 30% только работают хорошо. Все остальные, конечно, видно, еще не дотягивают. И очень сильно хромает даже не столько физическая подготовка. Буквально на днях у нас закончилась один из тестов, это стрельба. Я могу сказать, что учащиеся некоторые винтовку пневматическую держали второй раз в жизни. Поэтому здесь есть о чем задуматься учителям физкультуры и учителям, конечно, ОБЖ. Ну, то есть все, что в рамках такой более простой программы, могут, да, ребята выполнять, где-то бежать, где-то отжиматься, а вот что-то более сложное. А какие-то есть еще, вот можете назвать какие-то интересные, такие же, как и стрельба, дополнительные, вот какие-то нормы, по которым тоже можно себя проверить, там, метание гранаты или что еще есть? Да, у нас есть, есть обязательные, есть дополнительные нормативы. И вот в дополнительные нормативы как раз ходят стрельба, лыжи, метание гранаты, турпоход, входит плавание. И я могу сказать, что так же, как и стрельба, плавание тоже меня немножко удивило. Ну, держатся на воде как бы все, но на скорость плывут далеко не все. Ну, вот я недавно занялась, поняла разницу между держаться на плаву и плыть на скорости, занялась плаванием, поэтому, наверное, все-таки в следующем году приду к вам. Расскажите, каким образом можно записаться в ряды тех, кто хочет сдать ГТО, и вообще, после того, как ты сдал, какие, скажем так, преференции ждать на взрослым людям? Для того, чтобы вам пройти тесты ГТО, вам нужно, прежде всего, это зарегистрироваться на сайте всероссийском, это gto.ru. Очень простая регистрация, в течение пяти минут вы ее заполняете, получаете свой идентификационный номер, а далее вы проходите медицинское обследование, то есть вы приходите к врачу, который дает заключение, что вы можете сдавать нормы ГТО. Вы приходите с паспортом, вот этим идентификационным номером и справкой, приходите к нам в центр, заполняете заявку, и мы говорим вам, когда у нас начинаются те или иные тесты. Мы вас информируем, вы приходите со спортивной формой, сдаете, либо не сдаете, и проходите дальше по этапу. Если не сдал, можно пересдать? Да, можно пересдать, но дается только одна попытка, то есть если человек, который хочет сдать нормы ГТО, что-то у него не получилось, он может прийти с другой группой, в другое время и попробовать пересдать этот же норматив. Спасибо вам большое, время, к сожалению, подошло к концу, и сегодня мы говорили о сдаче норм ГТО для обычных граждан Алтайского окрая. Это была программа «Наше время», увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова